МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замерзают ли дети в 12-й школе в Инкермане? По просьбе нашей телекомпании это выясняла целая комиссия. Наталья Двойцина поговорила с родителями и измерила температуру воздуха в классах. Изменилось ли что-то сегодня? Честно говоря, когда мы собирали подписи, даже как-то так с удивлением к этому относились. Неужели? Дожили? Первый ремонт почти за полвека. Сейчас в 38-м доме по Пролетарской ремонтируют сразу все четыре подъезда. Сколько многоэтажек включено в городскую программу «Мой дом»? Мастер-класс по обезвреживанию снарядов для новобранцев МЧС. Сегодня в ходе тренировки в долине горы Каракаба уничтожили шесть авиабомб времен Великой Отечественной. Как севастопольцы могут поддержать любимый город? Голосование по конкурсу «Город России» национальный выбор проходит в стране в седьмой раз. На каком месте сейчас наш город-герой? Код театра. Очередная премьера на телеканале Х-24. В студии у ведущей Аксини Нормандской режиссер Крымско-Татарского музыкального драматического театра Ренат Бекташев. В затянувшемся вопросе разграничения территорий Крыма и Севастополя сегодня поставили точку. Главы двух регионов Дмитрий Овсянников и Сергей Аксенов в Симферополе подписали соглашение об установлении административных границ. На этой встрече присутствовала и моя коллега Светлана Федодеева. Она расскажет, как изменит это соглашение жизнь соседних регионов. Вопрос установления административных границ между Крымом и Севастополем решен полностью. Сегодня главы двух субъектов подписали соглашение и отметили, что разногласий больше нет. Соглашение подписано. Спасибо. Спасибо. У нас нет разногласий по границам с городом Севастополем. В данном соглашении Дмитрием Владимировичем просто обозначили зону ответственности, кто-то обряд мероприятия необходимо провести, в частности геодезические съемки и так далее. Поэтому договорились, что в рамках этого соглашения установлены конкретные сроки. Но еще разу спорных вопросов части границ между Братским и Севастополем, Республикой Крым нет. Напомню, что процесс уточнения границ начался еще в 2017 году. Всего было семь спорных территорий. Одна из них Ялтинский заказник. Дело в том, что небольшой участок оказался в границах Севастополя. Но все вопросы уже решены. А для чего необходимо такое соглашение, нам прокомментировал губернатор Дмитрий Овсянников. Мы все разногласия сняли. У нас есть примеры, когда жители Севастополя-то в Вишневом и в Верхнесадовом жили фактически на территории Крыма. А прописка, коммунальные платежи, собственность – это было Севастополь. Даже такие спорные моменты были сняты. Поэтому установление границ – это один из этапов градостроительной деятельности. В настоящий момент мы полностью к этому готовы. Отмечу, что установление границ не отдаляет, а наоборот сближает два региона. Впереди у Севастополя и Крыма плотное сотрудничество. В ближайшее время будет утверждена схема газификации. Крым и Севастополь – схема газификации. Севастополь утверждена. Сейчас происходит интеграция. Мы продолжаем строить основные инфраструктурные проекты, учитывая интересы обоих субъектов. Это касается дороги, это касается поставки электроэнергии, ввода в эксплуатацию новых объектов, прежде всего электроэнергетики. Это касается строительства новых социальных объектов, когда в Севастополе они будут строиться. И мы учитываем потребности Республики Крым, прежде всего с тем, чтобы дети обучались в Севастополе. Севастополь и Республика Крым вошли в число первых субъектов Российской Федерации, которые установили административные границы. Полностью этот вопрос закрыт в девяти субъектах нашей страны. Светлана Федодеева, Андрей Тымчук, Новости ИКС-ТВ. Севастополь вошел в десятку лучших регионов России по утилизации твердых коммунальных отходов. С 1 января 2018 года, за год до всей страны, наш город перешел на новую систему обращения с мусором через единого оператора. Благодаря этому двойные платежи исключены, а тарифы экономически обоснованы. Важно также отметить, что оплата за вывоз бытовых отходов отнесена к коммунальным услугам. Было принято решение об исключении соответствующей цифры 2,54 рубля по обращению с мусором из платы за СРЖ. И введена в соответствии с законом соответствующая строчка плата за ТКО. В Севастополе четко можно заявить о том, что нет проблемы с двойными платежками и двойными расходами по мусору. Ранее СМИ распространили заявление исполняющего обязанности секретаря Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Саблина, что дела с расчетами на вывоз ТКО в городе обстоят не так благополучно. Эту информацию мы попросили прокомментировать заместителя губернатора Владимира Базарова. Думаю, что, наверное, двойные перевозили Саблину, наверное, предоставили недостоверную информацию. То есть Саблин ошибся? Я думаю, что да. Саблин ошибся. Последние несколько дней внимание горожан и средств массовой информации приковано к 12-й школе в Инкермане. Обсуждают жалобы родителей, которые появились в социальных сетях. Якобы дети замерзают в классах. Наш телеканал направил запрос в правительство города с просьбой разобраться в этой ситуации. Накануне на место выехала специальная комиссия для встречи с родителями, а мы провели свою проверку. Наталья Двоицына выяснила, насколько холодно ученикам в школах. По санпиновским нормам температурный режим в классах должен быть не меньше 18 градусов. Проверяем. В каждом классе, в каждом кабинете установлены градусники. Давайте зайдем в приемную, посмотрим там температуру. Здесь термометр показывает 20 градусов тепла. Теперь давайте попробуем зайти в один из классов. К примеру, это будет 1А. Посмотрим, какая здесь температура. Здравствуйте, к вам можно? Здравствуйте. А где у вас термометр? Вот, справа от нас. О. И здесь температуру показывает плюс 22. В нашем кабинете очень тепло. Даже получается, что перемены мы все проветриваем, открываем окно. Детки ходят с коротким рукавом. Вот, в пиджаке или в кофточке. Здравствуйте. А можно посмотреть на ваш термометр? Здравствуйте. Здравствуйте. А где у вас термометр? Термометр? С температурой его. Жарко. У нас всегда в классе жарко. У нас 20 и больше градусов. Листать. У нас самый теплый класс. И мы все время сидим за... Да, в этом классе тоже 23. Жарко. Мы никогда не жаловались, что раньше отопление у нас было тепло. По поводу температуры у нас здесь, как говорят, вход или как. Поэтому я вижу, что и ноябрь месяц, и декабрь месяц постоянно регулировали. Приходили рабочие и днем, и вечером. Потому что мы тут, ну, и во вторую смену работаем. Идем дальше уже по школьным коридорам. По всей школе под каждым оконным проемом установлены радиаторы. Попробуем прикоснуться к батарее. Она не просто теплая, она горячая. Попробуем подняться выше. Здесь тоже есть радиатор. Большая секция. Теплая. Идем дальше. Давайте попробуем здесь батареи. Ну, чуть холоднее. На этаже выше мы находимся. Скажите, а в школе тепло? Ой, сейчас очень тепло. Да, хорошо все. С утра в 7 до 8 дежурный обходит кабинеты и заносит в журнал по классам температурный режим. Сообщается это администрации. Эти данные подаются в департамент образования. Так где же те самые холодные классы, о которых писали в социальных сетях? После своей проверки мы отправились в актовый зал. Там шла встреча специальной комиссии с родительскими комитетами. В итоге выяснилось. Проблема есть, но холодно не по всей школе, а только в трех помещениях. Это актовый зал, спортивный зал и библиотека. Батареи здесь греют, но температурный режим ниже нормы. Градусов 15, а положено минимум 17. Дело в том, что теплоносителю не хватает мощности. Во время капремонта, который проходил в школе в прошлом году, подрядчик только поменял старое оборудование на новое, без изменения проекта. А проблема, по мнению экспертов, именно в самой системе. Сейчас подрядчик, который делал капитальный ремонт, уже сам в рамках претензионной работы исправляет замечания. И мы еще одну проблему выявили в ходе такого экспертного совещания с Евтеплоэнерго. Сейчас департамент образования предусмотрит дополнительные деньги. Но, конечно, уже в этот топительный сезон такие капитальные работы проводить просто нельзя, потому что система опломбирована, опрессована, и контрактование работ тоже займет время. Поэтому, скорее всего, работа будет выполнена уже после отопительного сезона, окончательно, я имею в виду. И в следующий отопительный сезон мы войдем уже без воспоминаний даже об этой проблеме. В этот вечер для родителей все классы были открыты, и они лично могли удостовериться, что в кабинетах тепло. Лично в нашем классе тепло. Да, в спортзале холодно, но нам пообещали, что систему переделают, будет все хорошо. Здравствуйте. А можно к вам? Вы уже уходите. Хотели посмотреть на ваш термометр. Пожалуйста. Это уже 22. Наталья Двуцина, Михаил Волобуев. Новости Икс ТВ. В селе Поворотном сегодня открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. До этого времени ФАП находился в ветхом здании в соседнем селе Фруктовое. Но местные жители чаще всего обращались за медицинской помощью в городскую больницу. Она находится в 13 километрах от Поворотного. Ехать, конечно, мне в город не очень удобно. Я очень рада, что нам построили это здание, что буду я его теперь посещать. И давление померяю, и, может быть, какой-то укол надо будет сделать. Я буду обращаться, конечно, в свой пункт. Мы очень рады, что нам здесь поставили это здание. Дмитрий Овсяников осмотрел кабинеты врачей и оценил оснащение нового пункта. ФАП построили по государственной программе развития здравоохранения Севастополя. Здание отвечает всем современным требованиям. На следующей неделе мы будем открывать последний пункт, подобный ФАП, 15-й за последние два года. И в этом смысле программа приближения помощи к населению, она фактически будет приближаться к завершению. Все ФАПы – это подразделения наших городских больниц. То есть они закреплены. Всегда есть возможность в ручном режиме обеспечить необходимый приток специалистов. Это должно быть. Я знаю, что жители обращаются, что иногда сложно это сделать. Мы будем все эти обращения брать на контроль, потому что главный врач больницы, четвертый, он обязан сделать так, чтобы, как положено по графику, не каждый день, но по графику специалисты проводили прием. В этом году в Севастополе отремонтируют 103 подъезда по программе «Мой дом». Строители сейчас работают в разных районах города. В 37-м доме по улице Пролетарская сегодня побывали представители департамента городского хозяйства и проверили, как идут работы. Работа кипит, и жильцы каждый день наблюдают, как строители готовят стены для шпатлевания. Дому уже 48 лет, и за это время подъезды не ремонтировались ни разу. Окна менять не будут. Строители занимаются только стенами. Жильцы сами инициировали ремонт, собрали подписи, отнесли документы в управляющую компанию, и согласование не заставило себя ждать. Подготовьте помещение и встречайте строителей. Такой ответ получили жильцы через неделю. Цвет, в который покрасят их подъезд, выбирают собственники квартир. Я могу сказать большое спасибо, что занялись нами, и наш дом попал в эту программу по ремонту подъездов. Жильцы очень довольны. То есть, честно говоря, когда мы собирали подписи, даже как-то так с удивлением к этому относились, неужели дожили. В программу «Мой дом» в этом году включили 27 домов, то есть 103 подъезда. Собрания жильцов уже прошли во всех многоэтажках. 21-й и 25-й дома по улице Пролетарской – ближайшие в очереди. Программа выполняется на условиях софинансирования. Я думаю, что мы эту информацию доводили. Если какие-то вопросы есть у жителей по вопросу участия, они могут обратиться в свою управляющую компанию, либо в управление ЖКХ на музыке 98. Сейчас в 38-м доме по Пролетарской ремонтируют сразу все четыре подъезда. В обновленном виде они должны предстать уже к 15 марта. Дмитрий Дудко, Арсений Скомаровский, Сергей Котляренко – Новости ИКС-ТВ. В МФЦ и районных управлениях соцзащиты продолжают принимать заявления на получение единой городской карты. Специалисты ведомства говорят, что самый большой поток посетителей приходится на утро, и люди вынуждены ждать в очередях, тогда когда после обеда обычно бывает пусто. Чтобы экономить свое время, в Департаменте труда и соцзащиты просят севастопольцев по возможности приходить в промежуток с часа дня до шести вечера. Кроме МФЦ и районных управлений, еще пять окон для оформления ИГКС работают в комплексном центре соцобслуживания населения на улице Хрусталева, 27. Вы смотрите вечерние новости на ИКС-ТВ, и вот о чем мы расскажем вам далее. Мастер-класс по обезвреживанию снарядов для новобранцев МЧС. Сегодня в ходе тренировки в долине горы Каракаба уничтожили шесть авиабомб времен Великой Отечественной. Как севастопольцы могут поддержать любимый город? Голосование по конкурсу «Город России» национальный выбор проходит в стране в седьмой раз. На каком месте сейчас наш город-герой? Сегодня в Севастополе взорвали шесть немецких авиационных бомб времен Великой Второй Мировой. В долине горы Каракаба прошел заключительный этап учебных сборов спецотряда МЧС. Сотрудники пиротехнического отделения отрабатывали уничтожение взрывоопасных предметов. На шесть авиабомб разного калибра общим весом 140 килограммов установили взрывчатое вещество, вставили электродетонаторы и с безопасного расстояния взорвали авиабомбы. Завершающий этап трехдневных сборов по подготовке специалистов пиротехниках в Севастополе практическими занятиями. В процессе практических занятий был отработан подрыв конструкции, элементов всевозможных. Завершающим этапом это было уничтожение авиационных бомб, обнаруженных на территории города Севастополя. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» готовится выйти в море на стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота. В подготовке участвуют около 200 военнослужащих, заместители командующего, начальники отделов отделений и служб, а также командиры кораблей. Перед выходом в море экипаж проводит учения по противовоздушной обороне фрегата и отрабатывает действия на случай пожара в отсеках. Следующий этап боевой подготовки – выполнение комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по различным целям. На телеканале «Х-24» сегодня состоялась очередная премьера. В 20 часов прошла передача «Код театра». В студии у ведущей Аксини Нормандской был очень интересный гость. Аксинья сейчас на прямой связи с нашей студией. Аксинья, добрый вечер. Расскажите, кто к вам приходил и как прошел ваш прямой эфир? Сегодня в гостях у нас был очень интересный гость. В студии программы «Код театра», «Код театра», «Тайны театра» мы разгадывали вместе с режиссером, с творцом всех театральных чудес Ренатом Бекташевым. Это имя очень хорошо известно севастопольцам, известно и за пределами Севастополя, потому что Ренат Ибазиарович поставил на сцене театр имени Овренева очень любимые нашими горожанами и гостями города постановки о любви. Это и Ромео Джульетта, и Укращение Строптивы. И вот сегодня мы говорили о том, есть ли, существует ли какая-то формула успеха, которая гарантированно открывает вот этот код, вот этот ток любви между зрителем и актером-зрителем, режиссером-зрителем и театром. И мне кажется, что кое-какие тайны режиссерского искусства, во всяком случае, мы сегодня постигли. Аксения, подскажите, а у вас это будет цикл передач о театре? Это ведь не одна встреча, да? Да, это цикл передач о театре. И далее разгадывать код театра мы будем с актерами, режиссерами, художниками, всеми людьми, которые творят это театральное чудо каждый день для зрителей. И все это будет на канале Х24. В 20 часов прямые эфиры у наших коллег стартуют всю эту неделю. А мы продолжаем наш выпуск. И завтра в 19.30 мы подведем итоги уходящей недели в программе «Говорит Севастополь». И вот ее главные темы. Диверсии в Парке Победы. Кто мешает новым подрядчикам вести реконструкцию? Какие провокации устраивает эксклюзивное расследование программы? Пять лет у власти. Что изменили в городе 24 депутата Заксобрания? Какие обещания выполнили, а на какие просто-напросто наплевали? Почему некоторые из них прославились отнюдь незаконотворческой работой? И какие тайны они скрывают от СМИ? Начинаем разбираться с каждым в отдельности. Желание и реальность. Хотела обналичить материнский капитал, но обманули. И вернуть потерянные деньги невозможно. На что идут аферисты и как сами матери становятся мошенниками по неволе? Есть ли законные способы обналичить материнский капитал? И какие изменения произошли в социальной программе? У нас в студии сейчас Наталья Двойцина. Как раз она занимается темой мошенничества с материнским капиталом. Наташа, здравствуй. Здравствуй. Очень много по городу у нас сейчас объявлений. Материнский капитал дорого, быстро. Что скрывается под этими объявлениями? Схем на самом деле очень много. Они все разные. Объединяет их, наверное, то, что они все запутанные. И, в принципе, сложные. Приду пример, наверное, самый распространенный. Это обналичивание материнского капитала. То есть различные организации предлагают свои услуги за какую-то компенсацию, за какое-то вознаграждение обналичить материнский капитал. Уверяют в том, что это все законно, это все легально. А вот родители, у которых этот сертификат, ну, некоторым вот в данный момент очень они нуждаются в этих деньгах. И они просто идут на это. Чем обычно заканчиваются эти истории? Заканчиваются истории тем, что, не зная законодательства, сами владельцы этого материнского капитала, они становятся юридически соучастниками этого преступления. Многие вообще теряют эти деньги, потому что переводятся эти деньги на счет этих организаций. А в итоге организации просто испаряются. Я хочу что отметить, что по закону обналичивание материнского капитала не представляется возможным, потому что это уголовно наказуемо. Потратить деньги на что вы хотите тоже невозможно. Есть определенные направления. Какие именно, мы узнали в пенсионном фонде. И давайте послушаем. Распорядиться средствами материнского семейного капитала можно на следующие цели. Улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, накопительная пенсия мамы, адаптация и реабилитация детей-инвалидов в обществе. На эти цели средства выделяются безналичным видом. И с 1 января 2018 года появилась новая форма распоряжения средствами материнского семейного капитала. Это ежемесячная выплата для семей с небольшими доходами. И вот эта выплата, она осуществляется путем перевода определенной суммы ежемесячно на банковский счет владельца. Наташа, подскажи, какая сейчас сумма материнского капитала? Сумма материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Ну и каким способом можно ее получить тоже? Получить мы уже поняли, что ее невозможно на руке. Но для того, чтобы оформить сертификаты, необходимо обратиться либо в МФЦ, либо в пенсионный фонд. Ранее рассматривалось это заявление месяц, сейчас на все про все 15 дней. Ну, я что хочу сказать, все подробности расскажу завтра. Действительно, все подробности Наталья Двойцевна расскажет нам завтра в программе «Говорит Севастополь». Смотрите ее в субботу в 19.30 на телеканале XTV и в 22.30 на X24. К другим темам. Севастопольцы могут поддержать родной город в борьбе за звание самого привлекательного и узнаваемого в России. Конкурс «Город России. Национальный выбор» проводят уже в седьмой раз ради повышения имиджа регионов, а также для того, чтобы сподвигнуть людей и изучать географию родной страны. Пока Севастополь на шестом месте. Поддержать наш город можно на сайте конкурса. Время еще есть. Итоги голосования подведут 30 декабря. Региональный этап еще одного всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» стартует в Севастополе. По традиции участвуют в нем дети сотрудников силовых структур и военных. Конкурсантов поделят на две возрастные категории. От 7 до 12 лет и от 13 до 18. Номинации «Вокал», «Хореография», «Игра на музыкальных инструментах». Подать заявку можно до 1 марта несколькими способами. В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов на улице Правды по понедельникам с 9 до 18 часов. Также через официальный сайт конкурса или по электронной почте. Ее адрес вы видите сейчас на экране. Заявке нужно обязательно прикрепить в видео выступления. Победителей первого этапа определят на галоконцерте 22 марта в Севастопольском центре культуры и искусств. Они будут представлять наш город уже в межрегиональном туре. Конкурс «Хрустальные звездочки» в России проходит 11 лет. В Севастополе уже 5. Все это время его курировал Иосиф Кобзон. По чьим патронажам фестиваль будет проводиться теперь, организаторы пока не знают. Жюри оценивает это, прежде всего, артистизм. Так как мы, в общем-то, правоохранительная структура, способствуем военно-патриотическому воспитанию, памяти наших великих подвигов, конечно, обращаем на это внимание, чтобы эти композиции были не европейской направленности, а была затронута наша история, может быть, наша культура. Лично для меня это большая честь – возглавить такой очень важный конкурс для наших детей. Это очень важно – помочь ребенку обрести свое амплуа, открыть свой талант. Футбольный клуб «Севастополь» уступил команде «Козелташ» из Бахчисарая в матче второго тура открытого зимнего кубка. Бахчисарайские спортсмены все свои четыре гола забили еще в первом тайме. Игорь Зубко открыл счет на шестой минуте матча. Севастопольцам удалось ответить им лишь во втором тайме. Защитник Дмитрий Матвиенко реализовал пенальти на 50-й минуте. Счет 4-1. Теперь в турнирной таблице лидирует «Козелташ», на втором месте «Севастополь», на третьем «Авангард Инкомспорт». В целом в турнире участвуют восемь профессиональных и любительских коллективов. Матчи продлятся до 20 февраля. Кратковременное похолодание в Севастополе отступает. Уже во вторник столбик термометра устремится вверх. Какую погоду нам обещают, нам рассказали синоптики Севастопольского гидромедцентра. В выходные дни ожидается, что температура воздуха будет медленно повышаться. Ближайшей ночью температура около нуля и завтра днем 5-7 тепла. В воскресенье ночью 3-5 тепла, днем 5 тепла, без существенных осадков. На следующей неделе погода будет переменчивой. В начале недели усилится ежный ветер и потеплеет до плюс 11-13. В середине недели западный циклон принесет дожди, а плевод циклона к концу недели возможно резкое похолодание. Это были вечерние новости Севастополя. Приятных вам выходных. Увидимся в понедельник в 19.30 и 21 час на XTV. Редактор субтитров А.Семкин